Пикет в пользу защиты зеленых зон состоялся 2 февраля в районе Дашково-Песочня. В нем приняли участие более 50 человек. Среди них были общественные деятели и местные жители. Участники мероприятия отстаивали участок, расположенный между улицей Тимуровцев, Касимовским шоссе и улицей Боголюбова, на котором расположено 12 артезианских скважин. Здесь планируется постройка трех многоэтажек и магазина. Собирали подписи за парк, против застройки. Было собрано более 150 подписей. То есть приблизительно где-то собрано подписи уже 800 человек. Подписи в защиту проблемного участка активисты относят в администрацию города. Они очень рассчитывают на поддержку мэра Рязани и главы муниципального образования. Встреча с Рокотянской была. Мы на ней узнали, что не только наши инициативные группы «Дышим чистым» собирают подписи, а уже отправили там несколько других групп, которые против застройки и за парк. Ну и за восстановление, за чистую воду, рассмотрение возможности восстановить водозабор кольной, чтобы в ближайших районах была чистая вода. Не только проблема грязной воды волнует горожан. Молодым семьям с детьми, по словам общественников, не хватает школ и детских садов. Точечная застройка увеличивает число местных жителей, однако школ уже на всех не хватает. Очень многие молодые семьи обращаются с проблемой нехватка детских садов и постройки новой школы. Уже больше года администрация рассматривает место, где можно построить школу, но воз и ныне там. Общественники выступают за комплексную застройку, указывая на то, что в городе существуют с этим проблемы. Однако они также против того, чтобы новая школа появилась на месте артезианских скважин. Люди хотят, чтобы эта территория была облагорожена и частично переделана в парк. И как бы мне не все равно, что здесь происходит. Зеленые зоны нужны, просто необходимы. Потому что, ну, сами прекрасно понимаете, у нас в городе с этим проблемы. И как бы они возникли не вчера, они возникли еще из 90-х годов. Но нам надо как-то эти вопросы решать. Все местные жители, с которыми нам удалось пообщаться, выступают за сохранение зеленых зон, поскольку в районе Дашковой песочни годами сохраняется проблема загрязнения воздуха. И дело не только в заводах, расположенных на южном и восточном промузлах. Воздух со стороны Турлатовской свалки также доходит до района. Дашки песочные расстраиваются, а ветер в основном дует с той стороны. И он затрагивает тоже Турлатовый у нас. И дашки песочные. Дети, как говорится, должны дышать чистым воздухом. Экологи переживают, что в случае появления трех новых высоток на месте скважин, концентрация вредных примесей в воздухе увеличится в разы. Был генплант, была утверждена эта зеленая зона, значит, она рассчитывалась, исходя из нагрузок, в том числе экологических, транспортных путей, из грязни, причем старых нагрузок. Сейчас выбросов больше, они увеличились в три раза. Поэтому, соответственно, это возрастнет нагрузкой и на воздух, это закроет коридор продувания, который и так уже перекрыли, и мы об этом постоянно говорим. Тут еще добавится строение, которое закроет поток воздуха. По генеральному плану города это место изначально относится к зеленым зонам. Экологи говорят о том, что при застройке его жилыми домами местным жителям просто перестанет хватать кислорода. Общественники сообщили нам, что глава города Юлия Рокотянская взяла под свой контроль эту проблемную ситуацию. Жители города надеются, что их вопрос будет решен, и они смогут сами принять участие в преображении этого участка в красивую зеленую зону. Анна Герцовская, Игорь Глотов, телекомпания «Город».